Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, это канал Alex on Play. Мы продолжаем играть в мод Кейзер Дукс, Кейзер Рейх Экспэншн за Швецию, за социал-консерваторов по пути Скандинавской Федерации. Всё как обычно. В прошлой серии мы начали, во-первых, разбираться с экономическим кризисом, ну и победили на выборах. Победила на выборах партия СССР-консерватизм, смогла отстоять свою позицию. Также мы взяли коалицию с партией Центра социал-либералами, ну и с либералами мы тоже реночными будем сотрудничать, вот так вот. Переиграли партию СДРП, хотя она осталась ещё в своей популярности, но оставила. Ну а в этой серии мы будем заниматься свободной торговлей, понижать налоги, и в общем, в большем плане мы будем заниматься в этой серии экономикой. Выходить полностью уже из кризиса Черного Понедельника, ну и так далее. Ну и двигаться дальше по нашим фокусам. Ну что ж, поехали. Совет по сельскохозяйственному производству. Шведский совет по сельскохозяйственному производству, или ССП, будет создан, чтобы помочь нашим людям справиться с обрушившейся на них катастрофой. Благодаря тщательному государственному надзору мы сможем убедиться, что сельскохозяйственная продукция попадает туда, куда нужно. Будет добавленная идея Комитета сельскохозяйственной продукции, что даст ежеменьшим правоснаселения плюс 10%, и боевые штрафы за недостаток снабжения минус 20%. Вот это класс. Вот это прям поддерживаю. О-о-о, Ленин жив. Мы только играли за Ленина в Крыму, и вот он опять. Вот он опять тут появился. Ах, забавно. Так, ну и Норвегия, к сожалению, вступила в третий интернационал. Это очень херово, но ничего не поделаешь. Нам придется с этим как-то жить, готовиться к войне со Швецией. Ну, в будущем, и сейчас, конечно. Давайте отменим статоры. Будет убрана идея статоры, что даст фабрики. Ну, в общем, плохую вещь. Еще от одного дебафа избавимся. Статоры. Система найма сельскохозрабочек, которая уже давно является пятном на репутации Швеции. Люди живут и работают в скотских условиях, буквально за еду. И возможность работать дальше. Возможность работать дальше. Должны отмениться, то ли варварские институты устроят людей на нормальную работу. Давайте это сделаем. Так, отчеты кризисной комиссии. Кризисная комиссия, созданная в соответствии с законом о кризисах 1936 года. Представил отчет о балансе за прошлый год. Они остались на вашем столе. Ах, великолепно. Я взглянул. Мы платим 0,2 миллиона в крон процентами по долгам. На данный момент мы не можем позволить себе это. Придется взять еще долгу. Безработица меньше на 2. Из-за естественного движения к точке равновесия. Ну, блин. Я хочу выплатить. Придется занимать. Но я не хочу занимать. Я не хочу долг повышать. Я хочу уменьшить. Наоборот. Зря я еще раз деньги эти занимал. Ладно. Грета Гарбор в Камилле. Кинозвезда Грета Гарбор снялась в американской романтической драме Камилла. Грета Гарбор является одним из известнейших, известнейших, да что за глупость такая, известнейших имен в киноиндустрии, как в Швеции, так и во всем мире. Фильм довольно безобиден и имеет высокое качество производства. Но некоторые из наиболее консервативных элементов нашего общества очень расстроены. Ее одежда, мягко говоря, откровенная. Не призывает к цензуре. Что нам делать? Это кажется самым интересным. Продайте мне билет. Давайте не будем запрещать. Горючий сланец. В Швеции имеют значительные запасы горючего сланца. Факт известный с 18 века. До Вельткрига мы игнорировали эти залежи. В наше время топливо это то, что побеждает в войнах. Давайте расширим нашу деятельность по ее добыче. Будет добавлено производство 10 нефти в регионе Свилленд. Будет добавлена ячейка для строительства одна. И будет добавлена одна единица сооружения нефтеперерабатывающий завод. Ладно, нам придется повысить налоги временно. Чтобы просто выплатить 2 миллиона крон. Все, больше я в долг брать не буду. Придется выплатить, что поделать. Ну и давайте просто уже уберем Черный понедельник. Поощрение урбанизации. Настал 20 век. И общество в большинстве своем активно движется к урбанизации. Нам стоит перенять это веяние времени. Сколько Швеция является домом для множества аграриев. Будет убрана идея Черный понедельник. Отлично. А, и так уже кризис окончен. Ну ладно. С уровнем безработницы ниже 12%. Шведская экономика снова движется со скоростью, которая была когда-то до тревожных событий Черного понедельника. Мы усмешно разрешили экономический спад. Угу. Ура. Ну, в общем, сейчас, что тут мы дадим? Ну это уже фигня, так что давайте завершим кризисную комиссию все-таки. Почему бы и нет? Сработится пока 10% уже всего лишь. Это уже хорошо. Но она, по-моему, еще уменьшится. А, нет, не уменьшится. Ну да ладно. Окончательный приговор для банды Сала. Для этого прошлого года банда в голове с Сигвардом Нильсоном Тхур Неманом, имя которое он добавил сам, предположительно потому, что он является анаграммой для Мэнхантера, охотника на людей, была арестована за убийство. Вскоре расследование стало известно по всей стране, поскольку выяснилось, что банда была не только виновна в убийствах, имевших место еще с 1931 года, но и потому, что она была более или менее похожа на оккультную группу под названием «Волшебный круг». На днях суд вынес приговоры лидеру и ее подельникам. Большинство из них были приговорены к пожизненному заключению, но лидеры считали настолько психически больным, что его приговорили к лечению в закрытой психбольнице. Многие люди возмущены этим и хотят, чтобы Сигварда Нильсона Тхур Немана посадили пожизненно. Мы должны уважать решение суда в психушку его. Да, мы будем уважать закон, поэтому мы должны его просто в психушку отправить. В любом случае, если мы его отправим в психушку, мы потом его посадим снова. Хотя, может быть, и нельзя так сделать. Я, честно говоря, не знаю по поводу этого. Но все-таки он действительно больной. Хотя его могут считать. Может, он притворяется таким идиотом. И его посадить. Вот хрен его знать, как поступить в такой дилемме. С другой стороны, если он действительно психически больной, то в тюрьме содержать это как-то бесчеловечно. С другой стороны, он мразь и поубивал много людей. И был лидером преступников. И... С другой стороны, он должен все равно понести наказание за свои деяния. Но он может действительно быть больным. А может он и притворяться. И тогда психушка для него будет не очень хорошим вариантом. Он сможет избежать оттуда или что-то такое может случиться. Ну ладно. Мы должны уважать решение суда в психушку его. Но все-таки суд это вынес. Поэтому будем соблюдать закон. Понизить налоги. Наша экономика находится на таком уровне, что мы можем без ущерба для себя понизить налоги. Страна не должна сильно вмешиваться в дела экономики. Проспонсировать армию. Военные довольно сильно влияют на нашу политику. Поэтому мы должны задобрить их субсидиями и инвестициями. Это обеспечит нам большую защиту от угроз. Русские ресурсы плюс 10 тысяч. Да, плюс 10 тысяч. Проспособность поддержки войны плюс 5. Демократический фундамент. Люди говорят, а мы их не слушаем. Многие боялись, что эти выборы приведут к разногласию между левыми и правыми. Но мы смогли провести все гладко и сохранили демократический фундамент нашей нации. Проспособность поддержки войны плюс 10%. По закону о военном производстве. Мы должны добавить некоторые дополнительные стимулы для нашей промышленности, для производства товаров, относящихся к оборонительным целям, для оснащения наших военных, а не гражданских безделушек, с которыми мы мало что сможем сделать. Военные заводы нам дадут и две верфи. Ну и давайте присоединимся к Респакту все-таки. Германия приняла наше предложение. Мы получили известие от нашего посольства в Берлине, что имперские правительства одобрят нашу петицию о вступлении в их союз в качестве авангарда борьбы против синдикалит. Мы вместе противостоим анархии. О, в Германии, кстати, я ничего. Пришли рыночные либералы. Тоже хорошо. Это просто отлично. Будут похожие у нас идеологии. Будут. Спасибо. Молодцы немцы. Пошли тоже по правильному пути. Ну и также давайте вступим, присоединимся к обществу кайзера Вильгельма научному. Почему бы и нет. Можем себе позволить. Законное общество. Швеция должна стать законной и справедливой страной, какой она всегда мечтала быть. Росбаза стабильности плюс пять. Мы должны защищать свою страну. Мы не должны думать о защите отдельных районов, но защищать Швецию во всех ее уголках. Просбаза поддержки войны плюс пять. Берем. Черт. Леваки уже на Украине. Черт. Народное королевство там. Но это плохо. И они пошли по Хрущеву. Класс. И они... И все. И Ленин тут опять-таки объединится с Украиной мирно. Ну просто охренеть. Блин, ну спасибо. Просто обосраться. Очень обидно. Государственный фонд промышленности. Мы должны создать фонд из государственных источников для расширения нашего промышленного потенциала. Чтобы мы не были неспособны должным образом защитить страну в случае, если мы будем проигрывать. Давайте возьмем данную вещь. Ну 11 минут. Еще очень много времени. Трелеборгский резиновый завод. Трелеборгский завод производит резиновые изделия всех видов. Ботинки, шины для автомобилей и мотоциклов. Было бы очень полезно поддерживать это предприятие. Так как такой опыт может помочь нам в предстоящем конфликте. Или же укрепить нашу экономику. Отлично. Оооо, и Корнилова предала Донская Республика. Погоевский предал Корнилова и напал на него. Ну все, Корнилову конец. Второе русскому рационному фронту тоже конец. Передонова, конечно, тут тащит. Да. Ну, есть еще все надежды на Российскую империю. Так, оборонный план. Ну уже не 36, а 38 года. Мы находимся в мире с 1814 года. Но некоторые страны хотят дестабилизировать сложившуюся ситуацию. Нужно принять превентивные меры, профинансировав нашу военную оборонную промышленность. Фактическое изменение популярности на плюс 50. Забастовки отелей. После неудавшихся переговоров с профсоюзом, крупная забастовка вызвала локаут отелей в Швеции. От Стокгольма до Гетеборга и Мальмио вы не найдете ни одного отеля с должным количеством персонала. Силовой разгон демонстрантов может успокоить их или вызвать ответную реакцию. Тем, как переговоры могут принести к подъему красных партий. Мы могли проигнорировать их, но это может вредить нашу экономику, по крайней мере на некоторое время. Вот теперь играем отдалена от права военных, но это такое. Давайте договариваться с ними тоже такое. Игнорировать это тоже такое. Сильно ударит по строительству нам. А это нам сейчас не очень надо. Фабрикой, производящей товары народного потребления. Ну... Ну, стак 3. А так будет еще хуже. Армию отправить. Давайте... Я даже не знаю, что тут лучше сделать. Блин, я очень не знаю. Леваков я не хочу поднимать. Но я не хочу в войну, то есть, военных водить, потому что будут проблемы. Ну, давайте, ладно, переиграем Адамину, отправим военных, пофиг. Городская резня. Наши храбрые солдаты благородно выполнили поставленное правительство... Постановление правительства, когда бастующие, красные и прочий изброд стали бросать в них бутылки и камни. Волнение и беспорядки продолжат в течение всего дня. Более десятка рабочек были убиты до того, как протестующие были полностью очищены. По какой-то причине пары журналистов удалось разлить фотографии, истекающие кровью мирных жителей на улице Гетеборга, и теперь Швеция в шоке. Испания только остались дома. Похороны Йоста Экмана. Легендарный Йоста Экман – самый популярный шведский актер, театральный режиссер. В конце часа в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. За последние 11 лет Экман участвовал не менее чем в 23 постановках. Похоронного процессия на улице Стокгольм собрало более 10, то есть 100 тысяч человек. Примерно пятая часть города наблюдались за проходом гроба и оплакивали уход шведской легенды. Повсегда мы все сегодня скорбим. Так, ну и у нас тут дилемма по поводу армии. Можем взять Дугласа, но он за маневренную войну... Ну, блин, у нас нет столько завода, промышленности, чтобы военные танки, бронетехнику производить. Поэтому давайте Холмквиста возьмем, современная пехота. И Вархолмквист, старший сотрудник нашего военного штаба, предлагает модернизировать нашу армию, делая инвестиции в назначение наших войск и в обучение наших генералов. Давайте это возьмем. Сколько у нас по времени? 16 минут? Ну, конечно, мало, но... Не знаю. Что показывать. Стоит еще продолжать. Давайте еще продолжим. Поддержка Бофорс. Бофорс — наша компания, занимающаяся оружием, специализирующейся на использовании наших запасов железа для артиллерии больших орудий. Было бы неплохо и дальше сотрудничать с ними. Ну да, давайте. Лыжная пехота. В армию поступило уникальное предложение. Наши обширные горы и заснеженные земли обеспечили идеальную естественную защиту. Мы можем пользоваться этим. Обучаю нашу пехоту кататься на лыжах и широко использовать снега, как в оборонительных целях, так и в наступательных. Давайте это возьмем. Астрид Кинстренд на радио. Несколько дней назад Астрид Кинстренд прочитала новости по шведскому радио, национальному радиоканалу. Став первой женщине, сделавшей это в истории Швеции. В следующие дни сотни гневных телефонных звонков и писем зашли до штата радиокомпании, различных газет по всей стране. Жалоба на то, что женщине разрешено читать государственную новость. Неужели им больше нечего делать? Ну да, идиоты. Занимается хернёй какой-то. Ну, женщина, а что такого-то? Можно теперь будет ей говорить? Сейчас мы это всё узаконим на уровне и всё. Чего тут жалобы свои кидаете? Ну, посмотрим, посмотрим. Так, дальше давайте Королевский технологический институт возьмем. КТИ, Технический университет Стокгольма, основанный в 1827 году. Поддерживая его, мы сможем увеличить свою доходность в исследовательском отделе, обеспечить себе преимущество в этом секторе. Путь добавлен на идею Королевский институт технологий, что даст темпы исследований плюс 5%. 1х получим стопроцентного исследования к промышленности. Бонус. Давайте возьмем это. Так, ну, 18 минут, конечно. Давайте ещё, наверное, посидим. Почему бы и нет, сколько у меня времени. Хотя, на самом деле, у меня времени уже сейчас не очень много, поэтому давайте всё-таки на этом закончим, потому что я сейчас подряд записывал, поэтому для меня уже это очень много. Я позаписываю, я уже немножко подустал. Поэтому, ну, будет 18 минут, ничего страшного. Зато вам не так долго будет смотреть эту серверу. Надо будет. Надо. Вот. Поэтому давайте на этом сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И знайте, что самое интересное ещё впереди. А интересное точно будет. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...